мы продолжаем цикл наших передач наших бесед относительно того как символизм и пронизывают нашу реальность нашу жизнь и наша задача их вскрывать их дешифровывать их показывать и узревать что же стоит за этими символами часто очень зловещими дело в том что если оглядеть как живет из чего состоит вот этот вот властный ариопак то мы заметим что он очень серьезно базируется зыждется на вот этих вот символических вещах но часто очень приходится сталкиваться с такими очень смешными обоснованиями я бы сказал с такой трэш конспирологии мы такой ерундой не занимаемся потому что трэш конспирология она ориентирована на то чтобы напротив обессмыслить так сказать заералашить этот вид разоблачения и тем самым как бы свести его на нет убрать его с доски такого настоящего подлинного серьезного да и сказать убрать в маргиналитет в чулан маргиналитет я бы сегодня хотел поговорить о депутатах но не в целом вот что такое депутат откуда растут эти ноги это такая большая тема исследовательская а я бы хотел взять конкретный аспект депутаты государственной думы российской федерации но на этот счет очень много смешных вещей я думаю что это затрагивать мы не будем меня всегда волновал вопрос почему их 450 депутатов и эта цифра зафиксирована в конституции даже в обновленной но есть как бы вот такое официальное обоснованию что якобы вот есть там восемь с чем-то субъектов российской федерации там значит некая пропорциональность присутствует вот 225 они избираются по андомандатным мажоритарным округам 225 избираются по партийному списку но ведь и субъекты менялись то есть вначале было 89 сейчас их куда как меньше часть там объединилась со временем и так далее население россии уменьшается хотя там изначально эти пропорции выводили из того на что в россии проживать 150 миллионов и как-то там это все математически обосновывалось вычислялось и так далее сейчас эти цифры не бьются не работают я имею дуя эти вычисления эти формулы значит основание какое-то другое конечно если историческая отсылка к тому что вот во времена екатерины второй когда созывалась уложенной к уложенной комиссии и для того чтобы они кодифицировали систематизировали многочисленные законные акты там которые гуляли по стране и часто между собой противоречили вот для этого была создана специальная комиссия в которой было 450 человек 450 депутатских полномочий которые вот имели особую санкцию от екатерины для того чтобы кодифицировать и привести эти законы какому-то порядку какому-то вот общему знаменателю но на самом деле не бьется и этот исторический факт потому что в последующем когда были собраны и созваны первые государственные думы при николае втором количество депутатов не было там 450 они там колебались 500 там и и выше но здесь читают на очень серьезную книгу я наткнулся на следующее я сейчас если позволите это зачитаю потому что воспроизвести это по памяти достаточно тяжело значит цифра 450 встречается вот в ветхом завете когда речь идет о пророке или и значит третья книга царств глава 18 22 стихи цитата и подошел или я к своему народу и сказал долго ли вам хромать на оба колена если господь есть бог то последуйте ему а если вал то последуйте ему и не отвечал ему народ ни слова и сказал или я народу и один остался пророк господень а пророков валовых 450 человек и 400 пророков дубравных ну то есть идол языческий бог вала здесь имеется ввиду его как быстро и стуканы или я вызывает 450 жрецов вала на испытании в отношении жертвенного обряда и не сводит с небо огонь на залитой водой жертвенник он одерживает верх в этом споре он призывает этих же жрецов 450 человек сделать то же самое они проигрывают всевышний идет на помощь пророку и эти 450 жрецов оказывается повержены и дальше жрецы отчаявшиеся вызвать жертвенный огонь проиграв этот спор описаны так в ветхом завете стали они кричать громким голосом и кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями так что кровь лилась по ним народ увидев это присягнул на верность одному богу а а дальше была жесткая расправа над этими 450 жрецами язычниками и дальше сказал им илья схватите пророков валовых чтобы ни один из них не укрылся и схватили их и ответил и отвел их или я к потоку кессону и заколол их там вот такая вот история интересная с ариапагом 450 жрецов описано ветхом завете я думаю что и здесь 450 депутатов это не случайная цифра как мы уже это с вами тоже поняли это отсылка к этому жреческому сословию конечно они знают о том что эти 450 жрецов вала или балла балхамон он а по-разному звучит у семитских народов но это был символ кстати говоря он же и молох бал это тот же молох который поедал в пасть которого бросали новорожденных детей а его пасть была огненной это балхамон откуда слова хамам огонь кстати говоря так вот они прекрасно это знают но они понимают что вот эти то служат подлинному хозяину но подлинный хозяин для них конечно не бог на ветхого завета не бог курана не бог инжиля евангелия их бог это сатана этой близ это тот самый вал который просто персонифицирован в образе этого истукана они хотят быть вот этими жрецами которые присягают и которые служат ему они считают искренне что службы ему даст им те самые полномочия те специальные значит условия дорогие там машины квартиры вот это вот мнимая власть на самом деле это не власть вот а тупой контроль вот это вот роскошь который они присягают как элементу как вот сутане навала они это получают но в конечном итоге они конечно будут одерживать поражение одно за другим потому что если бы они внимательно читали священное писание они бы знали и узрели что рано или поздно правда высияет несмотря на то что сейчас кажется что ее возможности и сила нескончаемые малы но в том-то и сила божественного присутствия что нескончаемое малы рано или поздно торжествует над нескончаемым большим который позирует в роли настоящей силы